Общественный интерес к делу Мамо Фераяна понемногу стихает. Об этом свидетельствует то, что на очередной митинг под лозунгом «Закон един для всех» собралось чуть больше 30 человек. Хотя по задумке организаторов, нелетняя резонансная история стала на этот раз центром обсуждения на народном сходе. За последнее время в регионе произошло немало коррупционных скандалов. За моей спиной есть представители тепличного, у которых свои претензии к власти, но, кстати, тоже существенные. И мы хотели даже говорить не о деле Мамо Фераяна. Сегодня мы хотели говорить о проблемах с коррупцией в целом. Потому что проблема Мамо Фераяна, проблема Жубаркина, Ивановский район, проблема тепличного, это все, как мы понимаем, проблема коррупции. Хотели поднять этот вопрос, еще поднимем, независимо от количества народа, который придет. Потому что для нас важно, чтобы власть понимала, что мы держим руку на пульсе. Участники гражданского комитета уверены, что общественный резонанс вокруг дела Фераяна побудил властей и правоохранителей обратить внимание на другие коррупционные схемы. А значит, народ все-таки может быть услышан верхами, особенно если он доведен до точки кипения. Я думаю, что даже и смена губернатора в какой-то мере связана с этими событиями. Потому что целый цикл вещей происходил в нашей области, который не очень позитивно характеризовал нашего бывшего губернатора. И это не могли не заметить на самом верху. Поэтому все те вещи, которые происходят с Чужбинкиным, с Жубаркиных и так далее, я думаю, что это имело место быть. Потому что это привлекло внимание к ситуации, которая сложилась в нашей области. Борьба с коррупцией в России как битва с ветряными мельницами. Дело благородное, но подчас не очень результативное. Но бороться с ней нужно, уверены участники митинга. И то, что сын депутата все еще находится под стражей, а не в теплых странах, прямое доказательство тому, что при желании народ может повлиять на правосудие больше, чем деньги и связи. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.